всем привет сегодня в этом видео я хочу рассказать вам об ирландии рассказать подробнее о ценах зарплатах к пенсиях ну в общем обо всем понемногу у меня был такой запрос в комментариях меня попросили снять это видео попросили снять такое видео я сниму может быть кому-то еще будет это интересно на самом деле с мыслями собиралась я довольно давно не знаю почему мне как-то это видео не очень шло и я не уверена что я сразу в одном видео смогу уложиться обо всем понемногу потому что информация довольно много так что одна это будет часть или две будут части я пока не знаю в общем давайте начнем в этом видео я делюсь с вами нашим опытом тем с чем нам пришлось столкнуться я знаю что мне и зрители из ирландии если вы знаете что я где-то что-то не то сказала или у вас другое мнение пишите исправляйте меня потому что ну опять же мое видение и мой опыт так дальше для удобства я либо буду говорить сразу цены в том числе либо напишу их где-нибудь вот здесь здесь как получится смонтировать вот давайте брать в расчет что евро стоит где-то 80 рублей до для удобства счета ну все поехали начнем с того что я уже рассказывала что в ирландию мы попали случайно в том смысле что страну мы не выбирали так получилось что вовы моего мужа на работе ему предложили именно ирландию и мы естественно согласились то есть перед нами выбор не стояла в какую страну нам переезжать для того чтобы попасть в ирландию как турист все очень просто вы запрашиваете ирландскую визу именно ирландскую визу ирландия не в шенгенской зоне поэтому шенгенская виза сюда не подать не пойдет вы запрашиваете ирландскую визу и приезжайте как турист и все у вас хорошо для того чтобы приехать в Ирландию работать все гораздо сложнее. Если вам повезло, вы гражданин Евросоюза или гражданин Америки или гражданин Канады, может быть еще нескольких каких-то государств, то вы можете просто приехать в Ирландию без всяких дополнительных разрешений и документов, устроиться здесь работать и все достаточно просто. Если вы гражданин России, Украины, Белоруссии и еще многих других стран, то вам придется получать разрешение на работу. И говорят так, если вы разрешение на работу получили, то считайте, что виза у вас в кармане, визу получить уже дальше это дело техники. Разрешение на работу запрашивает для вас ваш работодатель. В этом вся и сложность. Дело в том, что никакому работодателю не выгодно связываться с какими-то дополнительными затратами, с дополнительными бумагами, с какой-то бумажной волокитой. Поэтому для любого работодателя гораздо проще нанять сотрудника, потенциального сотрудника из стран Евросоюза, из Америки, из Канады и так далее. То есть из тех стран, из которых просто приехал и работай. С нами все сложней. Поэтому либо вы должны быть каким-то супер незаменимым сотрудником, а таких, как правило, не бывает. Либо вам должно повезти так же, как повезло моему мужу. Ему предложили в этой же компании остаться и поехать работать в Ирландию. Дальше, что касается перелета в Ирландию. Здесь тоже не все так просто. Дело в том, что на тот момент, когда мы переезжали в 2017 году из Москвы, прямой рейс был только летом компании S7. Нам повезло, мы переезжали как раз таки летом, в конце июля. Поэтому у нас был прямой рейс из Москвы. А вот, когда мы летали уже домой в Воронеж зимой, мы летали в Дублин. Дублин. Заело. Дублин, Франкфурт. Франкфурт, Москва. Авиакомпания Люфтганза. То есть сейчас из Москвы в Дублин летает аэрофлот. Сейчас все не только летом. Сейчас все стало гораздо проще. Тогда, когда мы переезжали, были какие-то сложности. И мы не летом летали еще и с пересадкой. Естественно, пересадка для меня, как для аэрофоба, это не только два раза взлететь, два раза сесть и умудриться, но еще и ожидание в аэропорту. Вся вот эта тягомотина. В общем, короче, сейчас все стало проще. Хотя мы еще ни разу аэрофлотом не летали. Когда вы прилетаете в Ирландию, вам нужно где-то жить, заказать, забронировать гостиницу или квартиру какую-то снять через интернет. Все достаточно просто. На какой-то короткий промежуток времени сложности не составит. Нам первую ночь в гостинице оплачивала Вовина компания и первый месяц жизни в Ирландии нам тоже оплачивала компания. Мы жили в съемной квартире. А дальше уже нам нужно было найти себе постоянную квартиру. Как это происходит? В нашем случае Вовина компания предоставляла нам в качестве бонуса услуги риэлтора, которая подыскивала для нас квартиры, ездила с нами на просмотры и договаривалась либо с хозяином квартиры, либо также с риэлтором с той стороны о возможном съеме этой квартиры. Как происходит съем квартиры? Это очень интересно. Давайте я в отдельном видео об этом расскажу. О съеме и о покупке. Скажу только о ценах. Давайте так. Мы свою съемную квартиру. Кто-то выпустил собаку. Итак, первая наша арендованная квартира стоила 1700 евро в месяц. Это была двухспальная квартира. В Ирландии количество комнат считается по спальням. То есть гостиная, там столовая, комнаты не считается. У нас были две спальни, гостиная и кухня. Я показывала, кстати, в одном из видео из своих тот микрорайон, где мы жили. Это очень хорошее место на берегу моря, поэтому этот дорогой район в принципе и дорогая локация в этом районе. Поэтому 1700 евро за двухкомнатную квартиру это достаточно дорого. Для того, чтобы немножко такой объективности добавить, я зашла на сайт, который называется Daft.ie. Это сайт недвижимости в Ирландии. Если вам интересно, то это один из самых популярных сайтов. Можете залезть туда и посмотреть, что вас именно интересует. Так вот, я посмотрела самое дешевое жилье. У меня здесь подсказка. Самое дешевое жилье, которое там нашла, стоило 450 евро в месяц в Дублине. Это не значит, что Дублин это центр города или вот сам город Дублин или окрестности Дублина, скажем так. 450 евро в месяц. Двухспальная квартира. Также, наверное, с гостиной и с кухней. Она, скорее всего, будет крошечной. Она, скорее всего, будет не очень в хорошем районе. Но, тем не менее, это крыша над головой. Если вы в такой ситуации, когда вам нужно найти что-то экстренное и самое дешевое, 450 евро в месяц, такие цены существуют. Ну и выше уже, выше практически до бесконечности. Дальше по поводу, если уж мы касаемся квартиры, дальше по поводу цен на коммунальные платежи. Я, честно говоря, до сегодняшнего дня не знала, сколько мы платим коммуналку, поэтому я спросила у Вовы. Так, значит, за газ мы платим 70 евро, за свет тоже где-то 70 евро. Интернет 90 евро в месяц. И мой мобильный телефон стоит 15 евро в месяц. Вовен мобильный телефон оплачивает компания. Еще в Ирландии есть такая интересная штука, как телевизионная лицензия, по-русски говоря. То есть, вы не можете просто приехать куда-то, включить телевизор и смотреть его. Для этого вам нужно купить специальное разрешение и только потом уже подключать какое-то телевидение. То есть, без этого вас никакое телевидение не подключат. Сколько это стоит, вот эта вот телевизионная лицензия, я напишу обязательно вот где-нибудь здесь. Так, с квартирой, кажется, разобрались. Да, ничего не забыл, наверное. Дальше поехали. Машина. С машинами во-первых, машины праворульные в Ирландии. И с машинами в Ирландии достаточно интересная ситуация, потому что подавляющее большинство машин здесь с механической коробкой передач. Дело в том, что здесь с механической коробкой передач есть даже такие машины, которых в России никто с механической коробкой никогда в жизни не видел, наверное. То есть, даже большие, огромные, дорогущие внедорожники могут быть с механической коробкой передач. И здесь это абсолютная норма. Когда я у одной своей знакомой итальянки спросила, почему ты едешь на механике? Она сказала, у нас на автомате ездят только пенсионеры. То есть, не знаю почему, но ирландцы практически все ездят на механике. Где-то соотношение такое, процентов 80 механики, процентов 20 автомата. То есть, если вы хотите ездить на автомате, у вас очень резко сушается выбор автомобиля. Так, я зашла на сайт, который называется carzone.ie. Я тоже название оставлю. И просто подумала, какая машина может быть популярна, допустим, в России. Я подумала, что это может быть Toyota Corolla примерно 2017 год. И залезла посмотреть, сколько она стоит. Значит, вот такие Toyota Corolla 2017 год. Я нашла пробег около 70 тысяч километров. Стоит где-то 16, 17, 18 тысяч евро. Плюс налог на эту машину. Налог, кстати говоря, я тоже напишу здесь. Я забыла его посмотреть. Но мне кажется, налог должен быть небольшой, что-то около 200 евро, наверное. Но это небольшой, потому что за старые машины или, наверное, за дизельные машины налог еще больше. Так, или эту же машину вы можете взять в аренду. Аренда будет около 300 евро в месяц. Дальше, естественно, вы не сможете ездить на машине без страховки. Страховка для нас, для русских, которые не имели опыта вождения на территории Евросоюза, стоила, не падайте с кресел или не падайте с диванов, она стоила на меня 2600 евро в год и на Вову 2600 евро в год. Да, это огромные деньги. И не самые большие, я вам хочу сказать, некоторые платят больше. Ну, вот так. Ничего с этим не поделаешь. Хочешь ездить, плати. Сейчас, спустя три года практически, моя страховка и Вовна страховка стоит где-то по полторы тысячи на человека. То есть она уменьшилась, ну, на тысячу. В принципе, полторы тысячи на человека, это тоже довольно прилично. Страховка у нас это, если на русский язык переводить, это и ОСАГО и КАСКО вместе. Да. Ваня, что попросила сделать? Не заходить, может быть. Можно. Так, по поводу машин, сразу еще добавлю бензин. Значит, заправлять машину обязательно. Здесь нет бензина 95, 92, 76 или 74, какой там, я не знаю, бывает. Здесь есть только бензин или дизель. Сейчас, на сегодняшний день бензин стоит около 1 евро 40 центов за литр, примерно, в зависимости, видимо, от заправки. И дизель около полутора, также около евро 40 за литр. И, кстати говоря, бензин за последнее время подешевел. Давайте сразу уж про общественный транспорт тогда. Общественный транспорт, здесь бывает автобус, здесь бывает трамвай и электричка. По-моему, ничего не забыла. Метро в Ирландии нет. Здесь проезд в Ирландии зависит от... Стоимость проезда зависит от количества остановок, которые вы проехали. Я не могу вам точно сказать, сколько стоит вот конкретно каждая остановка, но наш автобус, который передвигается между несколькими районами, будем так говорить, вот от конечной до конечной, стоит примерно 2 евро. Точно также доехать из нашей деревни до центра Дублина стоит тоже около 2 евро на электричке. То есть плюс-минус, да? Немного больше, немного меньше, но вот, в общем, где-то в таких районах. Как происходит оплата? Вы можете купить карту, на которой будете класть деньги и расплачиваться этой картой. Либо в автобусе, в трамвае, кстати, не знаю, может быть, в трамвае тоже вы можете заплатить водителю, но они, насколько я знаю, не выдают сдачу. Поэтому, если у вас есть сдача, пожалуйста, если нет, то идите пешком. Дальше давайте поговорим о зарплатах, но перед тем, как поговорить о зарплатах, мы поговорим с вами о налогах, а конкретно о налоге, о подоходном налоге. Чтобы вы потом ориентировались, сколько же денег остается. Так, в Ирландии налог дифференцированный, то есть чем больше у вас зарплата, тем больше вы платите налог. Я, опять же, не знаю таких тонкостей в системе налогообложения, я просто зашла в интернете на какой-то сайт и посмотрела, значит, сколько в Ирландии платится налог, с какой зарплаты. И вот, что мне выдал интернет. Интернет. Значит, если у вас зарплата 18 тысяч евро в год, все зарплаты в год, то вы с этой зарплаты заплатите налога на 510 евро. Если у вас зарплата 75 тысяч в год, то вы заплатите 26 тысяч евро. Если у вас зарплата 150 тысяч в год, то вы заплатите 65 тысяч евро. То есть получается, что налог примерно достигает, ну, 50 процентов, где-то так. Да, налог в Ирландии большой. И я всегда очень надеюсь, что он идет на дороги, на медицину, на социальные всякие штуки и все остальное. Так становится легче. Так, по поводу зарплат теперь. Значит, смотрите, что я смогла найти. На сайте Jobs.ie я посмотрела просто вакансии, и там, где есть указана заработная плата, я вам сейчас озвучу. Значит, водитель в какую-то компанию, ему предлагают от 28 тысяч до 35 тысяч евро в год. В сфере образования я нашла такую вакансию, как лектор отоларинголог, то есть, видимо, в какой-то медицинский центр учебный. Значит, там зарплата предлагается от 45 до 55 тысяч евро в год. Специалист по работе с маленькими детьми в какой-то детский центр, зарплата 23 тысячи в год. Дальше человек по уходу за людьми с психическими проблемами, этот человек обязательно должен быть с медицинским образованием, хотя бы медсестринским. Ему обещают зарплату 50-55 тысяч в год. Дальше, например, медицинский ассистент. Ну, честно, я не знаю, что входит в ответственность медицинского ассистента, если они разделяют медсестра и ассистент. Но вот ему предлагают от 27 до 35 тысяч в год. Медсестре же 35-45 даже тысяч в год. И самое интересное, что я смогла найти, что врач, семейный доктор, терапевт, скажем так, к которому мы прикреплены, он зарабатывает от 110 до 117 тысяч в год. Вот так. Я думаю, что доктор с такой большой зарплатой, 120-117 тысяч в год, он как раз-таки процентов 50 зарплаты и платит, если не больше. То есть на руки у него остается 50 тысяч в год, где-то так. Дальше, вы поработали в Ирландии и хотите выйти на пенсию. Вся система пенсионная для меня, для моего понимания, это очень сложно, я столько информации не могу переварить. Я скажу тезисно, что я смогла для себя понять. Мы сейчас говорим о государственной пенсии. Значит, на сегодняшний день пенсионный возраст 66 лет. В 66 лет человек выходит на пенсию. И если он в течение своей жизни делал отчисления пенсионные, то он получает государственную пенсию по старости, которая равняется 248 евро 30 центов в неделю. Также пенсионный возраст планируют увеличить с 21 года до 67 лет, с 22 года до 68 лет. Если вы не работали никогда или не делали никаких пенсионных отчислений, то вам тоже положена пенсия, но есть некоторые условия. У вас должно быть не более, опять же, если я что-то не так говорю, не так поняла, исправьте меня, кто знает, то, что я для себя выяснила. Если у вас есть накопление до 20 тысяч евро, и если у вас есть на этот момент зарплата до 200 евро в неделю, то вы имеете право подавать запрос на получение пенсии без отчислений до этого, даже если вы не отчисляли в пенсионный фонд никаких плат. Эта пенсия без отчислений будет немного меньше, она 232 евро в неделю, также с 66 лет до 79, и с 80 лет она 242 евро становится. Плюс, во многих компаниях, например, в Овиной компании, он может делать отчисления внутри компании на свою пенсию, копить, и тем самым заработать себе добавку к пенсии. Вот буквально вчера ему пришло письмо о том, что на сегодняшний день он накопил своими отчислениями внутри своей компании столько, что добавку к пенсии он будет получать около 900 евро, добавку к пенсии в месяц. Если он отчислит больше, соответственно, он будет больше и получать. В чем же тогда отличие вот той отчисляемой пенсии и не отчисляемой от работающего человека, который отчислял и который не отчислял, не работал, допустим? Если вы получаете пенсию без отчислительную ту, когда вы не отчисляли ничего государству, тогда вы получаете пенсию эту только до тех пор, пока вы являетесь резидентом Ирландии. Если вы выехали из страны и в Ирландии больше не живете и не являетесь резидентом, то эту пенсию вам платить больше не будут. Если вы работали, отчисляли пенсионные платежи, заработали себе пенсию, эту пенсию вы будете получать пожизненно, неважно, где вы будете жить, будь то Ирландия, Америка, Австралия, Новая Зеландия, не имеет значения. Так, что касается детей, в Ирландии каждому ребенку в месяц платят 140 евро. Если в семье пятеро детей, значит пять умножаем на 140 евро, если шесть, опять же умножаем на 140 евро. Это такое детское пособие, оно платится всем гражданам и негражданам, мы его в том числе получаем на Ваню. По поводу всей этой, значит, вообще всего, что связано с детством и материнством. Все, что связано с беременностью, родами, обслуживанием медицинским ребенка до шести лет, это все в Ирландии бесплатно. Есть частные клиники, есть частные госпитали, где вы можете за деньги купить лучшие условия или лучшего врача и так далее. Но если у вас денег нет, все, что касается от беременности до шести лет ребенка, все это в Ирландии можно получить бесплатно. По поводу детских садов. Детских садиков бесплатных в Ирландии, насколько я знаю, нет. А те, что платные, стоят сумасшедших денег, просто бешеных денег. Садик стоит, в зависимости от качества видных детского сада или в зависимости от расположения, он стоит где-то от 700 евро до 1200 евро в месяц. Это сумасшедшие деньги, и поверьте, за эти сумасшедшие деньги условия в детском саду так себе. Вот что-что. По крайней мере, в Москве детские сады гораздо лучше, чем в Ирландии. Мне в Ирландии вся эта система детских садиков не нравится вообще. Но это уже тема для отдельного видео. Тем не менее, вот суммы такие. Школьное образование в Ирландии бесплатное, но также существует частная школа. Если у вас есть возможность, вы можете отправить ребенка в частную школу. Дальше теперь, что касается медицины. Медицина в Ирландии, на мой взгляд, это такое слабое звено, к сожалению. Хотя, вот во время этой пандемии я немножко изменила свое мнение, но об этом в следующем видео, в одном из следующих видео. Сейчас я просто расскажу вам о том, как вообще все это функционирует. Значит, вы можете быть в Ирландии жить с медицинской страховкой, которую вы должны приобрести либо за собственный счет, либо вам предоставляет работодатель. Либо вы живете вообще без страховки, без всего, на свой страх и риск. Либо у вас есть, в Ирландии это называется medical card, но так по-русски это как социальная карта, наверное, медицинская какая-то социальная карта. У нас, нам, в нашей семье, нам повезло, нам страховку оплачивает Вовина компания, мне, Вове и Ване. Всем у нас максимальный пакет по этой страховке. У нас есть возможность лечиться и в частном госпитале, и в государственном, и там, и сям. Но, но, это абсолютно не то же самое, что ДМС в России. Это разные вещи. Когда у вас в России работодатели вам оплачивают дополнительное медицинское страхование, можете прийти в любую частную клинику, которая подходит под ваш пакет, и получить там полный спектр медицинских услуг абсолютно для вас бесплатно. В Ирландии такая система не работает вообще. То есть, большой, хороший пакет страховых медицинских услуг дает вам, ну, как бы, скидку на медицинское обслуживание. Что-то есть бесплатно предоставляет. Ну, например, допустим, там, 10 посещений терапевта бесплатно в год. Или, допустим, там, 2 раза чистка зубов профессиональная в год, да. Или, допустим, там, 3 анализа крови, или, ну, что-то, в общем, короче, какие-то вещи бесплатно дает ограниченное количество. Но, в основном, это просто скидка на все остальные дополнительные услуги. Ну, например, стоимость посещения у нашего семейного доктора 60 евро. Я использую свою страховку, плачу 20, вернее, я плачу 60, а потом 40 компания мне возвращает. То есть, в итоге, для меня, с моим страховым пакетом, посещение у доктора стоит 20 евро. Вот. Вот такая система. И точно так же узкие специалисты. У меня, на самом деле, есть история и опыт общения с медицинской системой, с ирландской. И у Вани есть, и у Вовы даже есть. И об этом я отдельно расскажу, потому что для меня это как, ну, такая больная тема. Я не очень довольна, скажем так, медициной в Ирландии. Поэтому об этом я расскажу, я постаралась так кратко, бегло, может быть, иногда непонятно, рассказать вам о тех тратах, с которыми вы столкнетесь, если вдруг решите переехать жить в Ирландию. В общем и целом, я могу так подытожить свое мнение, сказать, какое. Если вы здесь живете, если вы законопослушный гражданин, если вы вдруг попали в такие обстоятельства, когда у вас, ну, какие-то сложности материальные или какие-то медицинские сложности. Ну, в общем, если вы столкнулись с какими-то сложностями, создается такое впечатление и ощущение, что вам помогут государства или какие-то фонды или, я не знаю, какие-то специальные благотворительные организации. В общем-то, в Ирландии живешь, чувствуешь такую какую-то поддержку, чувствуешь, что если что, если не дай бог что, ну, ты один на один со своей бедой не останешься. Она в интернете ради интереса ввела список или там топ стран самых благоприятных там для жизни, например, да. Я не знаю, сколько можно верить этим рейтингам, потому что это очень такой субъективный момент. Это неофициально, ну, как это, какие-то разные сайты, я не знаю, сколько это официальные источники, но так или иначе, Ирландия в десятке где-то, не где-то, а всегда проскальзывает. Так или иначе, где-то выше, где-то ниже, то есть Ирландия в топе, несмотря на то, что это маленькая страна, несмотря на то, что здесь нет таких богатых природных ресурсов. Но, тем не менее, Ирландия очень приветливая страна, очень дружелюбная, доброжелательная, люди очень открытые, веселые, добрые, отзывчивые очень. Вот, знаете, такой пример вам приведу, мы когда жили в Москве, у меня было такое четкое ощущение, что если у меня станет плохо на улице, допустим, да, я упаду где-нибудь в обморок, то мимо меня будут ходить люди, и никто, ну, подумает, пьяная какая-то лежит и даже не остановится, не посмотрит. А в Ирландии я не знаю почему, но я живу с четкой уверенностью, что если мне станет плохо, то тут же кто-то подойдет, тут же вызовет скорую, даже если вдруг я буду пьяная валяться, все равно меня просто так пьяные валяться не оставят. Вот, поэтому, живя здесь, складывается впечатление, что это надежная страна, где вы защищены, где вы можете рассчитывать на помощь, на поддержку со стороны государства в том числе, чего, к сожалению, во многих странах людям не приходится ожидать. Вот, так что вот так, это вот то, о чем я вспомнила, если у вас еще остались вопросы, пишите, я постараюсь ответить на них. И в одном из своих следующих видео я обязательно расскажу о медицине в Ирландии и в другом об образовании, потому что это довольно такой большой вопрос, обширный, и просто уместить все в одно видео невозможно. Вернее, возможно, но будет часа на полтора. Поэтому спасибо, что смотрели, я надеюсь, что вам было интересно. Если вы еще раз думаете приезжать в Ирландию жить или нет, дерзайте, приезжайте, здесь классно, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.